Эта информация, вернемся к политике. Недавно правительство Армении заявило о своем намерении вступить в таможенный союз. Это значит, что организация будет расширяться. А как вы оцениваете возможность расширения союзного государства? Ну, это вот интересный вопрос, он сложный. Я в свое время, ну, я отношусь к армянам с естественной симпатией, потому что это восточно-христианский народ. Вот, в свое время, в 92-м году, в Верховном Совете, мы создали конференцию духовно-близких восточно-христианских народов. Вот, и Дима Рогозин тоже был одним из участников этого проекта. Потом вот нас прихтопнул, Борис Николаевич перестал, так сказать, Верховный Совет перестал существовать, это было очень печально, это было решение, конечно, крайне опрометчивое, неудачное. Вот, ну, перестав быть депутатом Верховного Совета, и я перестал участвовать во многом в этом проекте, Ассоциации духовно-близких народов Конгресса, Рогозин пытался продолжать, как-то эта вся тема немножечко пропала. Хотя я считаю, что геополитически это проект великий. Это проект великий, потому что Варшавского договора у нас нет, Совета Возгонодательской помощи нет, но вот такая региональная международная организация, конечно, могла бы существовать. Поэтому, конечно, участие армянских товарищей, безусловно, это вопрос естественный. Другое дело, что сегодня, вот видите, у нас такая сложная получилась интеграционная структура, есть двойка, есть Евразийский экономический союз, и здесь, конечно, надо, чтобы политики наших стран взвешивали все, вот за и против, каким путем идти, вот этим путем, где на первом месте стоит пока вот такое политическое желание, политическая воля, вот, идти ли путем экономической интеграции, это, конечно, я уверен, что если эта тема станет предметом такого широкого общественного дискурса, понимаете, то, конечно, и депутаты, и политики, и общественность должны все это обсуждать, потому что решение не может приниматься каким-то образом келейно, это надо все, чтобы было результатом вот реальной, такой широкой общественной дискуссии, потому что нам здесь совершенно нечего стесняться, это наше пространство, это пространство наших интересов, интересов наших народов, поэтому наши парламенты и полномоченные антолица обязаны все это всесторонне обсудить. Я лично желаю им только успеха в этом деле.